Х, Г, Э, Ю Народ Саха развивался в полной изоляции Здесь моя маленькая вот такая страна Якутский зритель с удовольствием ходит смотреть якутское кино в якутские же кинотеатры Это возвращение к истокам, к корням Но при этом я как человек будущего это делаю несколько иначе Кто такие Саха-панки? Каждый день это война Современный якут больше озабочен тем, чтобы сохраниться Знаете, что это? А это первая в мире NFT коллекция северных оленей И создали ее в Якутии Купив одну такую фигурку, вы попадаете в метавселенную Кандыкан Где сможете не только дать имя своему NFT оленю, но и следить за его жизнью Покупать еду, кормить, развивать В общем, получите что-то вроде тамагочи, только с оленями За каждым купленным NFT-аватаром скрывается настоящий живой олень из стойбища Асикад Так что вы становитесь виртуальным хозяином живого оленя И можете через GPS-трекеры наблюдать за его перемещением в реальном времени Стойбище Асикад полностью цифровизовано Там есть спутниковый интернет, так что проблем со связью вроде как быть не должно По задумке авторов Искандыкана, торговля NFT оленями поможет развитию оленеводства в Якутии Но главное, обратить внимание мирового сообщества на проблемы северных народов Кстати, а что вы знаете о якутах? Как и чем они живут сегодня? О чем мечтают, в конце концов? Если интересно узнать об этом подробнее, то этот выпуск для вас Так что, поехали! Итак, Якутия или Республика Саха находится вот тут Это не только самый крупный регион России, но и вообще самая большая административно-территориальная единица в мире Ее площадь более 3 миллионов квадратных километров Это больше, чем территория Аргентины, а это, на всякий случай, восьмое по площади государства в мире Несмотря на внушительные размеры, население Якутии составляет меньше 1 миллиона человек Еще меньшая плотность населения только в Чукотском и Ненецком автономных округах и в Магаданской области России При этом в республике проживает более 100 разных национальностей, но в основном это якуты, русские, эвенки и эвены Кстати, по данным переписи 2020 года, количество якутов за последние 10 лет увеличилось более чем в полтора раза Так что сегодня по численности в Якутии доминируют именно они Государственные языки республики — русский и якутский Однако в Якутии есть понятия и официального языка И к ним относятся долганский, чукотский, эвенкийский, эвенский и юкагирский Это все языки коренных народов Севера А что касается религии, то наряду с христианством, исламом, буддизмом и шаманизмом В 2011 году в республике получила официальное признание исконно якутская вера — ар-а-и Если интересно, то вот тут можете подробнее почитать об этом древнем веровании Так что это за народ такой? Саха? Откуда он взялся? Как стал частью России? Вообще, якуты — это тюркский народ, который изначально проживал в предгорьях Алтая Но в отличие от многих, расселялись они не только на запад и юг, а на север Где летом большие пастбища, якутскотоводы-кочевники, хорошая рыбалка, охота и очень много пушнины Ну а зимой? Зимой терпели, выживали И, в общем-то, довольно долго существовали в полной изоляции Как раз благодаря суровому климату и гигантским расстояниям Якуты прибыли на Лену, скажем так, в конце 12-го, начале 13-го века То есть как раз в период монгольских завоеваний А теперь вот эта дата все-таки потихонечку отодвигается учеными Видимо, это раньше немножко произошло Прибывали они сюда, по-видимому, племенами, то есть частями Об этом говорит, например, и, ну, скажем, диалекты якутского языка свидетельствуют об этом И характер расселения, фольклорные данные Историк Ольга Парфенова рассказывает, что север заселялся в основном очень медленно Только в 17-м веке начинается история включения Якутии в состав московского государства Кстати, Ольга Парфенова говорит, что тогда процесс этот не был кровопролитным или болезненным Где-то, значит, уговорами, улечением, значит, договариваются В основном договариваются Ну, изредка, конечно, происходили и столкновения в том числе Были-были, да Но массового характера не приобретали, как правило Потому что местное население, оно мало было распыленное Оно еще не имело форм государственности Оно в целом было достаточно толерантно так вот, в общем-то, настроено Так как здесь проходили пути, ну, миграции многих народов Люди здесь всегда кочевали Торговали с Китаем, между прочим, и в те времена Так что, ну, к тем, кто приходил, отнеслись вполне так, лояльно Из-за огромных расстояний, низкой плотности населения И занятости, прежде всего, вопросами собственного выживания Якуты узнавали все важные политические события в стране, скажем так, с опозданием Если бы в Якутию не ссылали еще с царских времен политзаключенных Например, известных большевиков Арджиникидзе, Петровского или Ярославского То неизвестно, как бы и когда бы за Северным полярным кругом Появились первые проводники советского режима Это, кстати, случилось в 1918 году Тогда Якутия узнала своих первых красных национальных лидеров Платона Аюнского, Максима Амосова и Степана Оржакова Ну, а также других Эти же люди сыграли и огромную роль в образовании Якутской автономной советской социалистической республики В 1922 году Кстати, именно в годы Советского Союза В республике Саха и сформировалось ярко выраженное Национальное самосознание якутов Был такой социолог Дмитрий Фурман, который очень красиво показал Что во время Советского Союза Все время шло формирование Ну, особенно в последние десятилетия Шло формирование новых национальных элит Национальных представлений Мы понимаем, что все эти разговоры про дружбу народов Все это было фальшиво Лучше было отдать ребенка в русскую школу Чтобы он сделал карьеру За вышиванку могли выгнать отовсюду И так далее Уж какой-нибудь там и мусульманский национализм тем более Но все равно Даже в этих искаженных фальшивых формах Развивалось национальное самосознание Развивалась национальная культура Национальные элиты Вот в Перестройку Первый был национальный конфликт Никто этого не ожидал В 86-м году Горбачев, он менял людей Ставил своих людей в разные посты И тоже, я думаю, без какой-либо задней мысли Не думая, что это будет Он в Алма-Ате первым секретарем ЦК Сделал русского человека И вдруг, как было написано Хулиганствующие молодчики Вышли на улицы Три дня нам били стекла Я думаю, что Михаил Сергеевич был очень удивлен Все новости были Вообще все были очень удивлены А что это они? Очень характерно, что через несколько Он навел порядок Несколько месяцев подождал Потом назначил Назарбаева Но это было удивление А это был очень важный симптом Что люди хотят Пусть там однопартийная система Демократическая система Еще никто не Хотим, чтобы наши управляли Не устану повторять Что наше большое интервью с Тамарой Натанной Можно посмотреть вот тут И не забудьте, пожалуйста, поставить лайк Разговор вышел и правда очень интересно Также хочу напомнить, что у нашего проекта Есть очень красивый и познавательный сайт Там вы можете найти еще больше информации Не только о народе Саха Но а также о татарах, коме, бурятах и мортве Мы старались сделать эту платформу интересной для вас Ссылка на сайт в описании к ролику Сегодня историки и социологи характеризуют Якутию Как регион, в котором происходят, цитирую «продолжающиеся процессы этнического возрождения» Несмотря на все исторические и политические события Которые произошли за последние десятилетия в России В Якутии этот процесс действительно с начала 90-х шел без остановки Конец 20-го века, 90-е годы Когда стали больше обращать внимание на свои национальные корни И гордятся своей историей, своим прошлым Но сказать, что вот какой-то такой, знаете, национализм Даже в форме шовинизма нет, конечно Современный Якут, он больше озабочен тем, чтобы сохраниться Вот это есть, да Сохранить язык, свою идентичность, культуру Не раствориться, вот как-то вот сохраниться хочет Да, вот я так думаю Несмотря на столь выраженную национальную идентичность якутов Большинство из них до сих пор носят русские имена Но почему? Давайте коротко об этом Итак, у якутов действительно были, да и есть свои национальные имена Как видите, все они означают какие-то объекты природы Черты характера, внешности или профессию Когда в 17 веке народ Саха был массово крещен в православие Все они были вынуждены принять христианские имена При этом в Якутии всегда существовала традиция Параллельного использования русских и якутских имен одним и тем же человеком Русские использовались в официальном контексте А традиционные имена в быту или общении на якутском языке То есть буквально дома ты Туюсхан Дайбаныров, а на работе Анатолий Иванов С 2012 года в Якутии действует республиканский закон Который позволяет вместо привычных фамилий брать древние, родовые И достаточно большое количество людей воспользовались этой возможностью Но остались и те, кто продолжает быть по паспорту Семеном, а в быту Дарханом Как вы думаете, какой процент населения республики говорит на якутском и постоянно его используют? Ну, не буду вас томить, 80% населения и это сдержанная оценка весьма осторожных экспертов Оптимисты, например, считают, что на национальном языке говорят почти 90% населения республики Больше, конечно, говорит на якутском старшее поколение Ну и среднее поколение тоже знает, говорит, особенно в селах, в лусах В Якутске, например, говорят вот те студенты или учащицы, которые приехали учиться в городе Якутске А вот, например, та молодежь, которая родилась в Якутске и выросла в городской среде, они не очень говорят Но, что интересно, если они уезжают учиться где-то за рубеж или в другие какие-то города нашей России Оказывается, они почему-то возвращаются в свой родной язык Они там начинают уже заговорить на своем родном языке Доктор филологических наук Людмила Ефимова рассказывает, что государственный документооборот в Якутии с 2023 года официально происходит не только на русском, но и на якутском Впрочем, для местных это не сенсация, не прорыв или национальное достижение Это данность, ведь якутский в Якутии действительно язык повседневного, производственного, официально-делового, культурного и бытового общения Уже притом много десятилетий Сегодня жители республики могут отдать своих детей как в русскоязычную, так и в якутоязычную школу Где обучение ведется исключительно на национальном языке, вплоть до средних классов В русскоязычных школах якутскому обучают как предмету по письменному согласию родителей Но не меньше четырех часов в неделю На национальном языке преподают и в университетах Например, якутскую филологию и национальную культуру в Северо-Восточном федеральном университете имени Амосова Медиапродукты на якутском языке тоже данность Различные СМИ, социальные сети У якутов есть и своя Википедия на национальном языке На языке саха проводятся и богослужения в православных деревенских храмах Ну и далее по списку Современные литераторы пишут на якутском Современные стендап-комики шутят на якутском А современные музыканты поют на нем Впрочем, не только поют, но и, как они сами говорят, думают Ну, я воспитан на нем Моя душа так говорит Моя душа, ну, именно сочиняет Это рэпер Киджа Местная знаменитость На самом деле его зовут не так Он стал популярным в том числе и потому, что один из первых стал исполнять на якутском Регги А еще он открыто топит за традиционные культурные ценности Причем не только у себя в республике, но и в Москве, где он часто бывал Пока снимался в 19-м году в музыкальном телевизионном проекте «Новая звезда» Кстати, на шоу музыкант пел на якутском Что не помешало ему стать финалистом Привет всем, кто меня видит и кто меня слышит Привет, мои подписчики Меня зовут Сюгдая Эрча Анжелустану Лакиджа Я в основном пою о своем народе О людве пою Но, к сожалению, сейчас ее в нашем мире мало Бывало времена, когда по мейнстриму Вот просто было время, когда не только о людях пела, а, может быть, даже про деньги У меня не только рэп, я обычные песни Бывают, ну, рэги Социальные я стараюсь не затрагивать Ну, есть местами треки, но это не конкретная моя цель Кто-то считает, что язык теряется, а кто-то наоборот Я считаю, что работа идет Одним работаем Сейчас даже маленькие дети изучают Даже фильмы делают, мультфильмы делают Именно на якутском языке Ну, с переводом на якутский язык И вот песни, стихи Все это работает вместе У нас телевидение есть якутское, например Тоже продвигает, видите, якутский язык И радио у нас есть якутское У нас все Даже фильмы, ну, вот фильмы якутские У нас есть своя, как-то маленькая вот такая страна У нас вообще язык это самое, как бы, главное И единственное, что у нас вообще осталось И оно же возвращает нам нашу веру То, что мы потеряли, оно нам возвращает на язык Помните, в начале программы я рассказывал вам про NFT-олени И популярном в Якутии культурном проекте «Кандыкан» Так вот, рэпер Киджа настолько вдохновился идеей проекта Возрождающего традиции северных народов Что сочинил для них песню Как он сам говорит о стойких людях севера Которые вопреки всему живут по завету предков Трек почти в одночасье стал абсолютным хитом в Якутии Он звучал буквально из каждого утюга На всех ТВ и радиоканалах В социальных сетях Что в очередной раз доказало, насколько трепетно Здесь относятся к национальным вопросам И к национальным традициям Уже после съемок выяснилось, что Киджа Который так трепетно относится к своей культуре Решил поддержать российскую армию Воюющую против Украины Музыкант выступил на фронте Перед российскими военными Точнее сказать, перед жителями Якутии Которые наряду с другими представителями коренных народов России Осуществляют вооруженную агрессию против Украины В Якутии очень востребована не только современная, но и народная музыка В Якутии сейчас очень востребована и развита хамусная музыка Вот это якутское песнопение с фаршлагом Очень ценится сейчас именно якутский фольклор Это Алена Слепцова Хамусист-импровизатор А хамус, его еще называют варган Древнейший народный инструмент республики Саха Варган имеет кольцо, тербес по якутскому, щечки, язычок Вот эта штучка хохора называется Прикрепляется к зубам и извлекает звук Ему около пяти тысяч лет А он не просто не забыт, а на пике популярности Алена рассказывает, что в Якутии среди музыкантов-хамусистов Просто жуткая конкуренция А еще огромное количество школ и онлайн-курсов Где тебя научат игре на этом инструменте Трудно себе представить, чтобы хоть один национальный праздник в Якутии Прошел без звучаний хамуса Но не только так можно услышать этот инструмент Например, Алена Слепцова была одной из первых в регионе Кто стал использовать звучание древнего инструмента В современных танцевальных композициях Теперь это не только тренд, но и отдельное музыкальное направление Преуспеть в игре на хамусе может каждый Для этого не нужны какие-то особые музыкальные или вокальные данные Есть, правда, один принципиальный нюанс Нужно хорошо знать якутский язык Алена Слепцова расскажет, почему так Ну, хамус, он сам по себе не самозвучащий инструмент Его нужно прикрепить правильно к зубам И тогда он издает определенный звук А когда мы движем губами То звук меняется Когда мы двигаем языком Звук тоже меняется Когда мы дышим Работает вся наша артикуляция Наша гортань Положение языка Неба, дыхание, диафрагма И тоже при помощи дыхания звук усиляется На самом деле это просто Просто нужно знать технику Как правильно держать инструмент Как правильно дышать Как ударять Какие приемы извлекать На хамусе существует где-то в порядке 16 приемов В том числе и звукоподражание животным Птицам Традиционная игра Современная игра На хамусе я играю с самого детства С пяти лет Вся семья у меня была творческая Оба родители у меня музыканты, баянисты В первый раз на хамусе играть научила моя родная сестра В семье нас двое Отец был мелодистом, автором многих песен И у нас даже был семейный ансамбль И много где мы с семьей выступали Хамус со мной получается по жизни Был всегда Но было время, когда я приостанавливала свое творчество Но где бы я не работала, где бы я не проживала Я всегда собирала группы людей и обучала Вот мне это прямо нравилось Так как я преподаватель по образованию И мне это было по душе Сейчас, особенно в такой тяжелый, да, скажем, период Людям нужна музыка, именно хамусная Потому что она расставляет, отещает Но якутский язык, он сам по себе сложный, говорят Потому что существуют определенные буквы Которые не с первого раза могут произносить люди Это такие буквы как Есть якутское слово, полностью якутское И когда человек владеет якутским языком То он лучше играет на инструменте хамус У него лучше получается Потому что вот эти произношения букв Все это влияет на видоизменение инструмента Игра на хамусе позволяет сохранять якутский язык А знание якутского языка помогает совершенствовать навык игры на хамусе Удивительно, правда? Кстати, особая артикуляционная база То есть их умение произносить уникальные звуки якутского языка Еще и залог сохранения многих стилей народного пения Например, это вот дает возможность пения на стиле дегарен На стиле джерри-ти Дегарен это подвижный стиль пения, но с носовым призвуком Особенно такие носовые призвуки Они сейчас характерны для индоиранской, для индийской культуры Для восточной культуры Но, можно сказать, имеют угрозу исчезновения Сейчас большинство жителей центральных клубусов Ну, не очень правильно говорят А вот в Львовской зоне, где хорошо сохранилась песенная культура Именно с помощью песенной культуры они сохранили Сохранение специфических звуков якутского языка Пожалуй, одна из действительно серьезных проблем Все же глобализация и эра интернета не могли не сказаться Все больше людей в электронном письме заменяют якутские буквы и дифтонги На цифры и другие знаки В будущем это вполне может привести к утрате языка в его аутентичном виде Впрочем, эту проблему якуты признают и очень ей озабочены В 2022 году на территории Национальной библиотеки в Якутске Даже установили памятник пяти уникальным буквам якутского алфавита Чтобы не забывали Как именно произносятся эти буквы, вы можете посмотреть здесь Переходите по QR-коду Как ни крути, но даже ведущие лингвисты признают Несмотря на все локальные проблемы, якутскому языку ничего не угрожает И вот вам маленькая деталь, подтверждающая это В Якутии даже снимать кино экономически выгоднее на якутском, чем на русском Были попытки, наши продюсеры думали Вот я сниму на русском, тогда вторая половина республики присоединится И вот два раза больше денег заработали В итоге заработали ноль Фильм провалился И мы поняли, что якутский зритель нуждается именно в якутском языке В якутских фильмах Поэтому снимаем на якутском языке Это Любовь Борисова Кинорежиссер, она спродюсировала и создала шесть фильмов Два из которых получили широкую известность и признание кинокритиков Последний «Не хороните меня без Ивана» получил главный приз На открытом российском кинофестивале авторского кино «Зимний» в декабре 22-го года Вообще, якутское кино — отдельная большая тема для разговора Многие критики называют его ярким феноменом в мировом, на минуточку, мировом кинематографе При этом в России по-прежнему многие не знают о том, что якутское кино вообще существует А все потому, что развивалось оно в изоляции И никогда не претендовало на то, чтобы стать частью большого российского кино В республике Саха снимают много Довольно давно, еще с 80-х И очень увлеченно Как правило, за сущие копейки Что, кстати, никак не определяет прокатную судьбу местных картин Якутский зритель с удовольствием ходит смотреть якутское кино в якутские же кинотеатры Позволяя малобюджетным картинам с лихвой окупаться в прокате Возможно, потому что якутское кино — это буквально кино для своих Оно очень самобытное, сильно замешано на национальном фольклоре В частности, о ланхо — национальном мировоззрении И от того не похоже ни на что Любовь Борисова подробнее расскажет, почему якутское кино Такое особенное С первым фильмом я много ездила по фестивалям В том числе зарубежным И на одном европейском фестивале Я смотрю, ну там были преимущественно зрительские фильмы интересные Но все равно все такие депрессивные Все плачут, страдают И потом включается наш фильм И там страшные такие покосившиеся хижины Два человека, и они безмерно счастливы Якутское кино, оно разное И даже во всех жанрах, можно сказать Наши режиссеры любят экспериментировать Зрители с удовольствием смотрят В этом, наверное, мы ближе к корейскому кино Мы все воспитаны на Голливуде, любим пробовать А с другой стороны, есть такой этнический элемент национальный И такой интересный симбиоз получился Ну, если говоря простым языком, это мистика То есть отслеживается наше мировоззрение У стола даже есть душа У леса, у дерева У зверей все оселовечивается И ко всему уважительно относятся То есть это наше мировоззрение И оно везде отслеживается Даже в любом фильме Хоть боевик, хоть комедия, хоть драма Мы все мечтаем снять настоящий Олан Хо Это такой эпос, примерно как у Толкина Волшебный мир, описывающийся в этом эпосе Разделенный на три мира Верхний мир божества, Средний мир, Средиземье И Нижний мир, где живут демоны Это все существует в гармонии Такой образ идеального мира Где все крутится вокруг красоты Степан! Если говорить о характерности актерской игры наши берут органикой. Больше органикой, состоянием, чем какими-то актерскими приемами. Хотя они и учились академически, но как-то больше глазами, что ли, играют. Там скудная мимика, скудная артикуляция, но зато состоянием. Ну и оказалось, что в кино это, наоборот, выигрышно, чем в театре. Мы не знаем, что будет, если что-то поменяется, вдруг это все разрушит экосистему. Ну, лично мое мнение. Конечно, хочется, чтобы больше денег было, чтобы можно было помасштабнее фильмы снимать. Посмотрим. Хорошее слово «экосистема». Оно очень удачно описывает вообще культурную жизнь Якутии. Я бы, правда, назвал ее закрытой экосистемой. Вот вы, например, слышали что-нибудь о якутском панке? Нет? А он есть. И это очень большая культурная экосистема в Якутии. По мнению некоторых музыкальных критиков, как явление, якутский панк заслуживает внимания не меньше, чем якутское кино. Кто такие саха панки? Как живет якутское музыкальное андеграундное сообщество? Чем вдохновляется? Вопросы, которыми, между прочим, задавались даже за рубежом. Так, в 2019 году журналистка Лос-Анджелес Таймс Сабра Эйрс пролетела полземного шара, чтобы исследовать феномен саха-панка и написать об этом статью. А незадолго до нее большой материал о якутских панках написал итальянский журналист Якобо Санна. Забавно, что многие в России узнали об этом явлении как раз из этих двух статей. Настолько их система якутского панка замкнутая. Вообще, первые панки в Якутии появились еще в 80-е. Тогда они во многом подражали Егору Летову, лидеру знаменитой группы «Гражданская оборона». Нейтральный автопилот, твари, хоббит, убитый йодом, самые известные группы того времени. В 2000-е якутский панк меняет лицо, становится по-настоящему хардкорным. И с переменным успехом доживает до современных дней и своего золотого века, как сегодня считают сами представители жанра. Катины слезки. Мои дыши! Эргабоны! Я скользила! Харакири из окна. Я скользила! Хрустящая газета. Имя твоей бывшей. И полдюжины других очень популярных якутских панк-групп, записывающихся под собственным лейблом «Юность севера». Помимо своей студии звукозаписи, объединение «Юность севера» создало активное андеграундное панк-комьюнити и сайт, на котором регулярно публикуются новые треки и новые исполнители. Кстати, рекомендую ознакомиться для общего развития. Главная отличительная черта якутского панка – он всегда развивался в полной изоляции. В Якутск почти не приезжали неизвестные российские панк-исполнители и уж тем более зарубежные. Сами представители саха-панка тоже особо никуда не выезжают. Во-первых, это очень дорого. Во-вторых, российский слушатель, как правило, ничего не знает о якутском андеграунде. Собрать большую аудиторию на концертах и отбить большие расходы на логистику удается далеко не всем группам. Поэтому якутские панки развивались и продолжают развиваться с минимальным влиянием извне. Конечно, доступ в интернет помогает им ориентироваться в современной музыке, но это не то, чтобы определяет их стиль. Еще одна отличительная черта – поют современные якутские панки все чаще на якутском, а не на английском или русском языках, как это было модно в начале 90-х. Я таким образом пропагандирую сахатла и якутскую культуру, чтобы они такие подумали, а, блин, якутский язык может звучать так круто. Это Айхал Амосов по паспорту Игорь Иванов, лидер и вокалист одной из самых популярных якутских панк-групп Crispy Newspaper. Весной 22-го года группа распалась. Айхал тогда считал, что после военного вторжения России в Украину группа должна сочинять более остросоциальные тексты, но коллектив тогда его не поддержал. Так начался путь Айхала Амосова как активиста-одиночки. За 22-й год он провел несколько антивоенных перформансов, получил три административных ареста и несколько денежных штрафов. А в августе 22-го года на него было возбуждено уже уголовное дело о публичной дискредитации действий российской армии за попытку повесить баннер с надписью «Якутский панк против войны» в центре Якутска. Кстати, это было в день, когда в город приезжал глава российского правительства Михаил Мишустин. Почему Айхал Амосов пожертвовал музыкальной карьерой ради своей антивоенной позиции? Почему не захотел и дальше быть Игорем Ивановым? И в чем он вообще видит свое предназначение? Айхал расскажет сам. С начала войны я очень много чего сделал. Там были и антивоенные графики, одиночные пикеты, антивоенные листовки, куча всего было. И вот за все это меня несколько раз штрафовали. Весной у меня было пять судов административных по АП. Мне рассказали, чтобы я больше ничего не делал. Вот за мной весной следили, ну так, плотно следили. И вроде бы летом отстали от меня. И вот в августе я опять начал заниматься антивоенной деятельностью. Неделю, что ли, вроде подделал графики. Последнее, что я сделал, это баннер, повесил. Большой баннер. После этого меня задержали. Я находился на участке два или три дня. Потом меня посадили в ОБС заряды временного задержания. Там было очень много всего. Допросы почти что ежедневные. Спокойно тебе не дают просто так отсидеться в камере. Там была кромешная темнота, я спал на полу, на бетонном полу. И людей вообще даже в туалет не выводили. Там запахло мочой все такое. Я потерялся во времени, я не знал какой день, какой час. А потом через три дня вроде они меня забрали, вывели утром. Там очень светло было, аж глаза разболились. Меня повели на СПЭК. СПЭК я трудно. Не боюсь. Мне это интересно. Я хочу себя проверить, на что я способен, что я могу выдержать. Вот это интересно. и у меня всегда такое было я хотел отличаться от своих родственников мои родственники они большинство из них мужская линия тебя не сидевшие они жили деревенской жизнью у них маленький кругозор был меня так всегда раздражало то что они такие сутки с тем что они рабы и что они ничего не могут сделать а я всегда хотел больше я хотел сделать себя самостоятельно этого вращения к истокам корня но при этом я как человек будущего это делаю несколько иначе вот поэтому айхаламус это именно полностью олицетворение меня нового человека человека будущего у вас были конфликт внутри группы я хотел делать совсем другие вещи они хотели свое наверное мне нравилось то что я слишком политизирован критиковал власть много чего открыто говорил это им не нравилось они наверное хотели выступать на больших площадках и делать аполитичные песни более пупсовые а я всегда хотел бы сказываться мне было это интересно мне кажется что я могу сделать что-то очень большее что-то поменять это мой движет я очень сильно верю себя и мне кажется что я смогу это сделать и я готов пожертвовать очень большим вами свободой молодостью здоровьем почему-то мне кажется что я смогу это знать я в это слепо верю 13 декабря 22 года айхалу амосову должны были вынести приговор по его уголовному делу но в суд музыкант не явился и вообще перестал выходить на связь с близкими 6 января 23 он наконец опубликовал своем профиле в инстаграм что с ним все хорошо и что теперь он в безопасности позже стало известно что амосов уехал в казахстан как и еще четыре члена группы криспи ньюспейпер сейчас якутский активист айхал амосов находится в казахстане под арестом его ожидает экстрадиция при этом в ближайшее время выдача амосова невозможно из-за рассмотрения его заявление о беженстве я не раз упоминал слово изоляция говоря и о якутском кино и о якутском банке однако это состояние не чуждо и многим другим жителям якутии никак не связанным с какой-либо культурной деятельностью например якутск единственный город россии из списка 100 крупнейших населенных пунктов у которого нет круглогодичного наземного транспортного сообщения из-за этого его жители систематически оказываются в той самой полной изоляции якутск расположен на левом берегу реки лена в то время как железная дорога и федеральная трасса проходят с юга к правому берегу чтобы жизнь на двух берегах хоть как-то друг другом сообщалось летом русло реки лена становится местом едва ли не самой оживленной паромной переправы в россии а зимой дорога выглядит вот так не так просто проехать да можно и пробить картер бампер оставить надо осторожно очень осторожно ездить сейчас вот это как бы такая стихийная дорога но она запрещено еще есть официально дорога не открылась но людям как-то надо жить поэтому слава богу гибдд не зверствует хотя у них есть и основания не пускать машины это аил дюрулха известный в якутске общественный деятель он рассказывает что планы построить мост который бы наконец соединил правый и левый берег лены появились еще 80-е годы прошлого века с тех пор мост обещали все главы республик без исключения нынешний глава айсен николаев кажется ближе всех к тому чтобы наконец исполнить обещание строительные работы уже начались а закончить их планируют к 2027 году возможно тогда около 80 процентов жителей якутии смогут наконец вырваться из изоляции и независимо от времени года спокойно выезжать не только в столицу но и на федеральную трассу и к железной дороге вот как жители республики все это время обходились без моста есть такой анекдот приезжает японцы в республику саха и спрашивают ой а мы думали у вас под дороги у вас одни направления да вот это наша дорога которая соединяет эти два берега наша великая река лена красавица я сам родился на той стороне заречи в амгинском районе всю жизнь мы ездим на паромах по ледовой переправе конечно очень тяжело общественный транспорт туда не ходит обычные люди переплачивают огромные деньги на то чтобы просто приехать в столицу по медицинским то вопросам или еще кем там очень много берет такси за транспортировку мы очень зависимо от от сезона то есть весна осень когда ледоход или когда на борт или достав происходит нормально сообщаться не могут там паром они ходят ледокол там до кого-то времени ходит потом это очень дорого и на паромах это очень дорого и не всегда удобно нужно быть стоять в километровых очередях вот а если будет мост конечно это упростит возможно будет появится уже такая общественный транспортная такая логистика когда будет грузовые перед этим пассажирские перевозки уже в районы были попытки строить мосты свое время и все это уносилось потом весной это не так просто на самом деле построить тем более у нас вечная мерзлота очень скажем так подвижный грунт когда сравниваешь там с большой так называемой землей до центральной россии конечно понимая что мы живем просто не человеческих условиях морозы все время нужно тепло одеваться тратить деньги на либо на то чтобы передвигаться на автотранспорте там тепло одеваться дорого одеваться там тратится на гараж теплый никто не понимает когда я рассказываю что мы ставим вторые лобовые стекла на машину никто не верит вот но у нас борьба за выживание но это делает кстати жителей республики немножко более такими живучими более такими способными к борьбе мы снимали этот фрагмент больше года назад сейчас аил дурулха находится уже не в россии в самом начале полномасштабного вторжения в украину он возглавлял организацию по поддержке мобилизованных и отправлял российской армии гуманитарную помощь добрый день дорогие друзья меня зовут аил джо лурха я представлю общественного движения в поддержку мобилизованных из якутии якутия с тобой называется наша организация однако недавно выяснилось что аил покинул якутию и уехал с сша там он попросил убежище говорит что на родине ему угрожала опасность за то что написал письмо министру обороны россии с просьбой вернуть всех мобилизованных с дальнего востока вот как он сейчас оправдывает свое участие в российской агрессии мы понимали что идет такая странная война конечно население было против этой войны но открыто об этом говорить было нельзя но тем не менее находились смельчаки я не был таким смельчаком нашем движении мы каждый раз каждый день в обед молились чтобы закончилась война мы не говорили о победе мы не говори о том чтобы мы ненавидим кого-то или как-то относимся к украине нет у нас главная задача была это спасти жизни наших ребят если вы еще этого не сделали это давно пора подпишитесь на наш канал еще обязательно нажмите на колокольчик ведь якутия не последняя республика о которой мы вам рассказываем в рамках проекта анализирует на узнавайте о новом выпуске первыми и кстати пишите в комментариях какой из рассказанных нами фактах о якутии и якутах вас впечатлил больше всего ну а у меня все пожалуй пойду еще побольше изучу информацию об инофти оленях но пора стать частью какой-нибудь метавселенной до встречи